Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Наша замечательная, интереснейшая рубрика «Наука и технологии». И я представляю сегодняшнего гостя. Профессор, доктор географических наук, вице-президент Русского географического общества, почётный член Французского географического общества Владимир Александрович Колосов. Здравствуйте! Добрый день! Очень приятно вас видеть. Есть ведь повод интересный, почему мы встречаемся. Дело в том, что столетие Института географии Российской Академии Наук и предстоящая конференция. Вот у нас как раз 4-6 июня в Москве пройдёт. Расскажите, пожалуйста, что нам ждать? Действительно, наш институт – это старейшее географическое исследовательское учреждение страны. Мы отвечаем славный вековой юбилей. И по этому поводу решили прежде всего созвать коллег из разных стран мира на представительную конференцию, в которой будет участвовать около 600 коллег наших из многих стран, чтобы обсудить роль географии, как география может помочь организации нашей повседневной жизни. Какое практическое значение имеет географическая наука сегодня? Вот это, кстати, здорово, потому что мы знаем, ну, в основном, да, обыватели знают, что географию вот в школе выучил, где находится тот или иной город, континент, где Австралия, где Мадагаскар, контурные карты обвёл, и как бы всё. Но есть же действительно практическое применение географии в жизни. Вот расскажите об этом. Но прежде всего душа географии – это взаимодействие природы и общества. Мы переживаем очень бурные изменения и общественные, и, к некоторому сожалению, природные, поскольку климат на нашей планете довольно существенно меняется, это мы знаем из нашей повседневной жизни, сдвигаются границы природных зон, соответственно, общество, хозяйство, экономика, человек, животный мир и растительный мир должен к этим процессам адаптироваться. И поэтому важно понять, как именно происходят изменения. Происходят, конечно, неравномерно в пространстве. Что нужно сделать, чтобы смягчить последствия этих изменений, чтобы, может быть, использовать их в некоторых случаях к выгоде, скажем, повышению урожайности сельскохозяйственных культур где-нибудь на севере, где температура повышается. То есть в Архангельске когда-нибудь будем сажать кукурузу, да, или что-нибудь такое? Ну, может быть, не до такой степени, но, во всяком случае, зона эффективного земледелия смещается к северу, безусловно. Но, с другой стороны, в тех районах, которые сейчас служат нашими житницами, повышаются температуры, повышается частота засушенных лет, и снижается водность рек, следовательно, меньше возможностей для орошения. То есть вы с какими-то уже структурами, которые занимаются мелиорацией, сотрудничаете, даете свои консультации? Как это происходит? География такая многоотраслевая дисциплина, в ней много направлений разных. Это изучение географии животного растительного мира, скажем. Это, конечно же, изменение климата и его последствий, о чем я говорил. Это общественная география, которая изучает, как устроена в территориальном плане наша жизнь, как соотносятся городские и сельские поселения, как организована транспортная сеть, как сделать так, чтобы наша жизнь была комфортнее. Что еще вам может подарить география, об этом узнаете, если останетесь в компании «Страна.ФМ». Мы скоро вернемся. Друзья, вы слушаете и смотрите «Страну.ФМ». В этом году в мире географии важные события. Столетие Института географии Российской Академии Наук и предстоящие конференции Международного географического союза «Практическая география. Вызовы 21 века. События крайне важные и значимые, как мы это понимаем». И Владимир Александрович Колосов сегодня у нас в гостях, профессор, доктор географических наук. Еще раз здравствуйте. Добрый день. И мы уже поговорили про конференцию, и хотелось бы вот все-таки про деятельность вашего института. Вот об этом расскажите. На мой взгляд, у нас очень много интересных и практически значимых проектов. Может быть, начну с одного из них. После распада Советского Союза известно, что центр сельско-городственного производства взглянулся к югу, там, где для него лучшие условия. Это Кубань, Саратовская область, Белгородская, южные районы страны. Житницы. Наши житницы главные. А на севере население все больше и больше стягивается в города, крупные деревни забрасываются, пустуют сельско-городственные земли. Что же с ними происходит? Какие последствия? Как использовать эти районы, где осталось совсем мало людей? Чтобы не все отдавали под торговые центры, да. Земли много, но как ее рационально пользоваться? Потому что ту сельскую специализацию, те виды деятельности, которые там были раньше, не вернуть. Так вот, как восстанавливается естественная растительность? Сначала зарастают поля бурьяном, как мы знаем, с орными травами. Потом поднимаются осинки, березки. Потом под их сенью начинают расти хвойные деревья. В разных местах по-разному, в зависимости от расположения, экспозиции. А если нет борщевика, то так все и происходит. Так вот, было показано нашими специалистами, что примерно 80-100 лет уходят на восстановление зональной типичной растительности. Для каждого региона. При этом меняется и естественная экологическая ситуация. Для нас очень важно сейчас, каковы естественные выбросы, естественные и человеческие, естественно порожденные экономикой, выбросы углекислого газа, на которые возлагают главную вину за потепление климата, порождающие очень много проблем для всего человечества, в том числе и для нашей страны. Так вот, забрасывание сельскохозяйственных земель и возрождение лесов, которые в северных районах на этом месте произрастали раньше, очень сильно влияет на выбросы естественной углекислоты. И вот это имеет, естественно, большое практическое значение. Другой проект, о котором можно было бы рассказать, связан с миграциями птиц. Это интересно, что там? Дело в том, что современные технологии позволяют установить, какими путями птицы пролетают тысячи километров дважды в год. Каковы механизмы их ориентации в пространстве? Потому что выяснилось, что есть птицы, которые пользуются одними и теми же маршрутами ежегодно, а другие, наоборот, по каким-то не совсем еще известным причинам, меняют траектории своего движения. Любят разнообразие такие. К маленьким птичкам, к разным видам куликов, например, прикрепляют микропередатчики весом всего около 5 граммов, которые передают на Международную космическую станцию сигналы о местонахождении птицы каждые 15 или 30 минут, что позволяет выяснить режим полета, где птицы останавливаются на отдых. И стало быть, их надо охранять, особенно если речь идет о ценных видах птиц. Каковы их скорости средние, как они ориентируются в пространстве. Кстати, как они ориентируются? А вот оказалось, что у них есть ориентация по магнитному полю, это такое вот грубое наведение, грубая настройка. Но для более точного наведения они, оказывается, пользуются... Для них важно обоняние, запахи, которое позволяет им совершенно точно встраиваться в коридор перелета, где есть на пути удобные стоянки, которым каждый вид предъявляет свои требования. Выяснилось, например, что путь птиц на север в летний период занимает дольше времени, чем обратная дорога на юг при наступлении осени. Ну и другие многие интересные закономерности, которые имеют большое значение для охраны природы, вообще для опознания нашего мира. Орнитологи нам сейчас с вами тоже аплодируют. Сделаем небольшую паузу, друзья, после которой продолжим. Он помогает нам узнать и полюбить, дорогие друзья, географию. Владимир Александрович Колосов, профессор, доктор географических наук, сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ». Мы слушаем интересные сообщения, вот, и хотелось бы понять, значит, мы поняли, что уже можно сделать с теми землями, которые являются заброшенными, можно там развивать сельское хозяйство, лучше всего фермерское, чтобы натуральные продукты. Да, собирать дикоросы, это ценнейшее сырье и ценнейшие питательные продукты, находящие огромный спрос и в нашей стране, и во всем мире. Конечно, настоящий белок. Грибы, ягоды и прочее. И это тоже. Трава дикие. Также есть у вас проект «Бурение Антарктики». Вот это тоже, что это, зачем ее бурить? Это давний проект, который осуществлялся в международном сотрудничестве. Дело в том, что толща антарктического льда составляет в отдельных участках антарктического ледового щита свыше трех тысяч метров. И в глубоких слоях этого льда заключены пузырьки воздуха. Того еще воздуха. Того воздуха, которым дышали... Тираннозавры. Да, разные неведомые нам звери, которых в музеях можно найти останки. И анализ этих частиц воздуха, пузырьков, чрезвычайно важен для реконструкции климата планеты, который был тогда. А это имеет практическое значение для сегодняшнего дня. Зачем? Потому что это помогает предсказывать, что происходит с нашей планетой. Прогрессию построить. Да. Только ли антропогенным воздействием, то есть воздействием человека обязано потепление климата, которое мы все наблюдаем. Или же на него каким-то образом накладываются естественные колебания. А таких колебаний много, разные кратковременные, долговременные циклы. Вот для опознания этого нужно анализировать ледяные керны, то есть вот такие стаканы льда разного возраста, которые получаются при бурении. И вот, представляете, 28 лет шло бурение скважины глубиной больше трех с половиной тысяч метров в фантастически сложных условиях станции «Восток». Это средняя температура годовая – минус 55 градусов. Высота над уровнем моря – три с половиной тысяч метров. Лед, кроме того, это пластическое вещество, и скважина течет, как бы сжимается, если ее не наполнить специальными растворами, которые имеют ту же температуру, что и лед. Это космические технологии. Нужно менять буры, естественно, то есть вынимать всю эту махину. Как это вообще устроено, трехкилометровый бур. Да. И вот этот проект был осуществлен. Была подтверждена блестящая гипотеза, высказана нашим соотечественникам, сотрудникам, к сожалению, ушедшим от нас, нашего института Игоря Александровича Мзотиком, о том, что под толщей льда существует озеро. Потому что есть критическая толщина льда, которая вызывает определенные геофизические процессы, и таким образом там вода может находиться только в жидком состоянии. Таким образом была добыта вот эта уникальная жидкость, эта вода, содержащая химические элементы, многие остатки живых существ, позволяющие реконструировать комнаты. Это абсолютно уникальный проект, на котором наш институт работал, в частности, вместе с французскими коллегами. Спасибо французским коллегам. Сейчас передаем большой привет. Друзья, мы продолжим общаться. Если у вас есть вопросы для Владимира Александровича, вконтакте страны FM можно оставить. И, конечно, 8-909-928-189-9. СМС, Ватсап, Вайбер. Напишите свой вопрос до конца часа. Профессор ответит на ваш вопрос. Мы совсем скоро продолжим общение. У нас сейчас будет небольшая немузыкальная, потом музыкальная пауза. Так что все лучшее для вас, дорогие друзья. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Друзья, доктор географических наук, профессор Владимир Александрович Колосов сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорим о фантастически интересных вещах. Сказали, как, собственно, бурилась Антарктика, как птицы летают, почему они летают. Про земли поговорили. Вот, кстати, что касается земель. Есть где-то земли заброшенные, да? А есть земли, которые бы нам хотелось вот неподалеку, например, от городов, как по даче использовать? Вот здесь наука и география нам как-то может помочь? Да, здесь есть традиционный конфликт между сельскохозяйственным использованием. Надо сказать, что чем ближе к городу, тем больше отдача сельскохозяйственных земель, потому что это кадры, это ресурсы, это спрос. И рекреционного использования, то есть использование для отдыха, для дачи, для строительства коттеджей. Ну, дача такой специфический российский феномен, такого количества огромного вторых жилищ, как их иногда называют более научно, ну, вряд ли можно найти в какой-то другой стране мира по отношению к населению. Из Москвы, насколько я помню, около пяти миллионов человек уезжают в хорошие выходные летом. Это огромный поток, и понятно, что образуются пробки, это большая проблема. И пространство, которое охвачено вот вторыми жилищами, дачами самого разного рода, это могут быть и шестисоточные скромные участки с маленькими домиками, это могут быть и традиционные дачи, дачные массивы, сформировавшиеся уже достаточно давно, и просто деревенские дома, купленные горожанами, москвичами, петербургцами, это есть тоже, да. Или доставшиеся по наследству от дедов и родителей. И вот пространства эти, на которых распространяется спрос вот на вторые жилища, не огромные. Они охватывают... Зона влияния Петербурга накладывается на московскую зону, которая побольше, поскольку население Москвы больше, пересекаются они где-то в сотнях километрах от Москвы. И пока вот воздействие, как ни странно, вот этого процесса, этих перемещений сезонных населений, многомиллионных, и на окружающую среду, и на социум, что очень важно, не очень хорошо изучен. А это надо изучать? Это очень надо изучать, потому что дачники это спрос. Спрос на пути сообщения, на хорошие дороги. Они имеют право и действительно должны получить необходимые случаи их медицины, медицинскую помощь. Но с другой стороны, там не все время. Как это лучше организовать? Вот как, действительно. Как предсказать? Ну, дачники оказывают, как доказали наши специалисты, мои коллеги, очень позитивные воздействия, в принципе, вот на безлюдившие сельские местности северных районов нашей страны, северо-запада, севера, поскольку позволяют и поддерживать в определенном порядке и ландшафты, и взаимодействуют, помогают и местным населению, а стариков там много осталось. В общем, дачники, Владимир Александрович, это хорошо, правильно? Дачники, это хорошо, потому что это в этом потребность людей, и это часть нашей культуры российской. Я надеюсь, что вот эту фразу, дачники, это хорошо услышали люди, которые могут до дачи сделать хорошую широкую дорогу. Пожалуйста, сделайте. Мы скоро вернемся. Это Страна.ФМ. Друзья, я по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ Владимир Александрович Колосов, вице-президент русского географического общества, профессор географии. Мы говорим о разных социальных и географических интересных вещах, и вот хотелось бы после дач, на которые устремляются москвичи, поговорить вообще о Москве. Все-таки это сложно назвать только городом. Это больше, чем город. Это целый регион получается. Вот как здесь у вас какая-то работа ведется вашим институтом? Безусловно. Коллеги мои давно занимаются проблемой, как говорят, московского толичного региона. Это именно так. Это огромная территория, охватывающая части соседних областей. Дело в том, что в связи с не очень благоприятной демографической обстановкой, рождаемость у нас еще пока не очень велика, люди все больше стягиваются в крупные города, и особенно, конечно, в Москву. Этот процесс начался еще давно. В советское время, несмотря на то, что были ограничения, была прописка, как мы знаем, каковы бы ни были эти строгости административные, все равно за 10 лет население нашей столицы, именно так, население увеличилось на целый миллион каждые 10 лет. Сейчас немножко темпы роста населения Москвы снизились, но это не значит, что снизился темп роста московского столичного региона. Просто Москва выплеснулась за пределы МКАД. Тем более, что в 2012 году к ней присоединена к старой Москве огромная территория, так называемая новая Москвы. Таким образом, наш город граничит с Калужской областью напрямую. И вот мои коллеги участвовали в составе нескольких международных и междисциплинарных команд, созданных по инициативе правительства Москвы для разработки стратегии пространственного развития вот этого нового огромного мегаполиса, урбанистического формирования, который включает уже и сельскую местность сейчас. Что делать с новой Москвой? Как ее лучше интегрировать в старую? Как лучше жизнь в новую Москву? Ну и здесь были очень интересные исследования, которые привели, на мой взгляд, таким неожиданным довольно результатом. Ну, например, одна из нашей тройки компаний мобильной связи выдала сведения о перемещении, естественно, анонимное сведение, миллиона своих абонентов в течение рабочего дня. И таким образом была создана вот такая мобильная карта, как москвичи движутся в пространстве и жители пригородов, естественно. И можно воочию наблюдать, как просыпается вот эта огромная агломерация. Сначала отдаленные районы встают люди, начинается движение к центру, потом какие-то другие кварталы, затем наступают часы пик утренние, когда вся Москва бурлит, некоторые затиши в течение рабочего дня. И понятно, что это очень практически важно. И в чем же здесь открытие? Вот предполагалось, что Москва очень центростремительный такой город, где большая часть рабочих мест, активности, торговли, услуг, музеев, театр, все в центре. Разве это не так, как на самом деле? Это вот не совсем так, как оказалось, к нашему собственному некоторому удивлению. К счастью, это очень хорошо, формируются такие субцентры мощные. И значительная часть москвичей, если едет через центр, то транзитом. И вообще перемещение людей, как оказалось, не такие длительные. Конечно, занимает достаточно много времени у нас с поездкой на работу и назад. Это правда. Но меньше, чем мы ожидали. Благодаря развитию таких субцентров, активности на периферийной части Москвы. Вот такой специальный подпроект был периферии Москвы. Что же происходит в этих огромных поясах жилищно-телитебных районов, как говорят, или районов спален традиционно? Как они, как кристаллизуются эти новые центры активности? Это важно, естественно, для того, чтобы транспорт организовать, поскольку расстояние в нашей нынешней Москве огромное, исчисляется многими, многими десятками километров. Скажите, пожалуйста, а не будет ли она еще расти, Москва? Ну, вот, может быть, вам какую-то заявку уже давали или задание рассчитать? Ну, потому что в город все больше и больше людей приезжает. Да, город стал больше, с учетом того, что появилась новая Москва. Но ведь и люди по-прежнему из России едут в центр Москвы. Да, естественно, этим занимаются не только географы. Вообще в науке очень трудно произвести сейчас. И не нужно границами между дисциплинами, и демографами, и экономистами, и социологами. И все больше между дисциплинарных команд. Но согласно вот нашим прогнозам, нашего института, создается вот такой механизм воспроизводства привлекательности Москвы. Чем больше людей приезжает, тем больше требуется жилья, тем, в общем, больше его строится, тем более привлекательно становится столица благодаря дифференциации, возможности найти любую работу, на любой вкус, получить более высокий доход. То есть создается вот такой круг, можно его назвать порочным, можно нет, но, во всяком случае, по прогнозу предполагается дальнейший рост Москвы, который как пылесос, и территории в том числе, застроенные территории, самое главное, которые как пылесос стягивают к себе, притягивают к себе демографические ресурсы людей с обширнейшей территории, как минимум европейской России нашей. В общем, когда застроим всю Новую Москву, возьмем еще сколько-то. Да, ну вот важно предотвратить вот такую сплошную застройку, сохранить. О, это да. Это пока, к сожалению, процесс идет так фрагментарно, я бы сказал, и в Новом Москве соседствуют такие единичные гнезда многоэтажной застройки, там 20 и более этажных башен, районы коттеджевого строительства с традиционными дачными массивами, сельскими ландшафтами, и вот такое распадение ландшафта важно предотвратить и сохранить его экологические свойства. Что есть, то есть. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Будьте поблизости. Друзья, по-прежнему с восторгом представляю нашего гостя Владимир Александрович Колосов на телерадиоканале «Страна.ФМ», доктор географических наук, профессор. Мы сегодня разговариваем про географию и вообще как много оказывается географии в нашей жизни, и что без географии совсем никуда. Ваш замечательный институт, который отмечает 100-летие. Поздравляем, кстати, вас. Поздравляем всех коллег и желаем, чтобы следующие 100 лет были еще интереснее, созидательнее, позитивнее. И мы поговорили про то, что какие-то территории могут быть заброшены, где-то люди живут, и там много людей, но есть, например, горы. С горами у вас что-то? Есть проекты? Да. Это что же такая для географа тема-то? Да, тема необъятная, в которой теснейшим образом переплетаются науки естественного цикла, географические. Это и глицология, которая изучает ледники, они повсеместно отступают. Соответственно, это влияет на водность рек, которые с гор текут на раннину, обеспечивают людей, живущих там водой для орошения, вообще для жизни. Это и изменение ландшафтов, это и социальной географии, потому что горы — это необыкновенное культурное разнообразие. Мы знаем прекрасно, что долины горные сплошь и рядом изолированы друг от друга, и каждый из них — колыбель какой-то этнической или субэтнической группы, у которой своя культура, свой диалект или язык, для которых эта долина, эта колыбель — это малая и очень дорогая родина. Поэтому и горы тоже обезлюдивают, как и многие другие пространства. Там, наверное, и не было никогда много. Потому что условия суровые, зимой очень холодно, они изолированы, дорожная сеть недостаточно развита, много факторов, экономика тоже достаточно сложная, потому что себестоимость продукции высока, много ручного труда, по многим причинам. Поэтому и люди уходят с гор, что ведет, к сожалению, к негативным последствиям. Потому что, как ни странно, человек, с одной стороны, это нагрузка для природной среды, с другой стороны, это фактор формирования, поддержания так называемых культурных ландшафтов. Вот если попадаешь в горы, скажем, Дагестана, то видишь террасы, удивительные террасы, созданные, как это можно было, вот какого труда стоило их создать. Рукотворные террасы? Рукотворные террасы вдоль век, на которых вот, которые образуют в условиях такого вот сложного рельефа, небольшие клочки земли, которые возделывались в течение веков, но сейчас они заброшены, потому что потребностей в этом нет, эффективности, естественно, очень низкой, людей нет просто. Как сохранить эти культурные ландшафты? Как сохранить эту малую родину многих этнических групп? Как удержать людей? Какие меры нужно принять, чтобы, с одной стороны, они были разумными, если не слишком дорогостоящими, но позволили какое-то население минимально необходимое сохранить в горах, обеспечить ему достойные условия жизни? Ну, я надеюсь, что это все получится у тех людей, от которых это зависит. Также очень хочется обратиться к тем людям, которые заканчивают в этом году школу. Друзья, наука, география очень увлекательная, интересная наука. Куда можно поступить, учиться, чтобы стать замечательным специалистом в этой области? Ну, я не могу не сказать о моей альма-матер. Это географический факультет Московского государственного университета, который в этом году, кстати, будет отмечать тоже юбилей свой. Ему исполняется 90 лет. Там у нас 15 кафедр по многим специальностям географическим. Милости просим. Приходите учиться. Приходите учиться. Есть школа юных географов при факультете, куда принимают старшеклассников, интересующихся нашей наукой. Друзья, профессор Владимир Александрович Колосов был в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Любите географию, увлекайтесь этой наукой, изучайте нашу замечательную планету Земля. До новых встреч. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова